Всем приветик! У меня к вам разговор. Все то, что жаль. Лететь по белому стену, Ставь одним движением векра. Лететь куда-то век? И не думать, как приземлиться, А улыбнись, а улыбнись, а улыбнись. Оставай все то, что жаль. Всем привет! У меня завтра миттерм по курсу Blockchain Programming in Business Applications. Я сижу, готовлюсь к экзамену, и резко мне в голову пришла идея начать снимать влог. И я тот человек, который уже настрадался с тем, что в голову приходит какая-то идея, потом ты ее не реализуешь, и потом это просто все в тебе скапливается, энергия пропадает. Поэтому я решила начать. И в ближайшие пару дней я буду записывать, как проходит моя жизнь. Собственно, сейчас я сижу и готовлюсь к экзамену, повторяю лекции. Сейчас покажу вам, что с той стороны. Вот. Это, получается, Library Garden, то есть такой сад на улице около библиотеки. И я сейчас сижу тут, занимаюсь. И просто хочу выйти со всеми на связь, поздороваться, сказать привет влог. И вот так вот начинаю этот влог. Просто посмотрите, как же красиво. Ладно, не буду на себя снимать. Ладно, на самом деле я тут же выражу весьма неплохо. Ситуация. Я вышла на свою прогулку кофейную, которую я называю кофе-вок. Кофе-медитация. И сегодня на меня просто ко мне пришло какое-то озарение. И я осознала то, что каждый раз, когда я гуляю с кофе, каждый раз, независимо, где я нахожусь, независимо, я гуляю в парке в Чапоксарах, независимо, я гуляю вот тут на территории университета в Гонконге, независимо, гуляю ли я в парке в Одинсово, в Москве где-то. Каждый раз я ощущаю при такой прогулке какой-то неимоверный прилив сил, прилив энергии. И просто чувствую себя самым счастливым человеком на свете. И мой сегодняшний монолог ни в коем случае не значит то, что я вообще в любом месте себя чувствую одинаково, потому что это вообще неправда. На самом деле моё состояние, оно очень часто зависит от каких-то внешних факторов, событий. Как бы грустно это ни звучало, я понимаю, что это не самая лучшая ситуация, когда так происходит. Я работаю над тем, чтобы моей внутренней какой-то опоры хватало на то, чтобы пережить любые внешние трудности, но пока что это не так. Но я безумно рада, что у меня есть такая возможность просто в любой стране мира взять кофе, выйти на улицу и почувствовать себя самым счастливым человеком. И, наверное, прогулки с кофе это моё так называемое место силы. Это тот момент дня недели, когда я чувствую себя очень счастливой. И так получилось, что моё место силы это не определённое место, а это просто прогулка с кофе. Но я думаю, что место силы может быть любым. Просто так казалось, что моё место силы доступно мне в любой стране. для кого-то место силы это, например, спортзал. Для меня это вот ходьба кофейная. Для кого-то это сходить в гости к родителям. И вообще вариантов множество. И мне кажется, очень важно за собой стараться подмечать эти ситуации, места, когда мы становимся счастливыми, чтобы в какой-то тяжёлый момент мы знали, где нам найти энергию. Хотя, наверное, всё-таки вот погода, она важна, потому что я вспоминаю такие свои счастливые прогулки. И всё-таки, если температура минус 30, то гулять с кофе тяжело. Руки мёрзнут. Поэтому, если температура до минус 10, и, наверное, холоднее, чем плюс 30, то моё место силы доступны. Ещё хотела бы рассказать. Сегодня уже следующий день, но я снова была на своей прогулке, ходила шаги, слушала книгу. И вот посмотрите, тут вот так вот стоят как бы общежития, пальмы, тут стадион, и вот там вот внизу море. И каждый раз, когда я здесь хожу, у меня ощущение, что я в отеле каком-то просто на берегу моря. Я не могу привыкнуть к тому, что вообще-то тут университет, потому что вот эти здания для меня выглядят просто вот балкон, как какой-то отель. Всем привет! На самом деле, я до последнего момента не хотела монтировать, выкладывать это видео, но сейчас я поняла, что я очень жалею, что я не снимаю какие-то классные моменты в своей жизни. И, конечно же, когда у тебя все безумно классно и прекрасно, тебе зачастую не хочется доставать камеру, но я поняла, насколько же потом, когда эти классные моменты проходят, ты скучаешь. Поэтому я решила, что я буду снимать побольше. И этот первый разговорный видос был началом моей серии гонконгских влогов для меня самой, потому что я знаю, что через два-три года я буду с удовольствием это все пересматривать и радоваться тому, какое же было классное время. Посмотрите, как красиво. Вот сейчас я прохожу отбор на стажировку в такой вот ботомке. И всех целую, обнимаю. Всем пока!